Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем эфир сейчас. Жду, когда Ксения Челенгарова ко мне присоединится. И будем сегодня с моей прекрасной партнершей по истории с Мастеркард. Будем поговорить сегодня о путешествии. Ксения прислала мне запрос, сейчас выходим. Привет! Привет! Скажи, где я тебя застал? В каких... Я в Италии. Вижу. Вижу по белым стенам и светильником похоже очень на Сардинию. Так и есть. Это именно... Вот что значит глаз профессионала. Не скрыться и не спрятаться. Да, это прекрасные места. И я всегда вспоминаю, что Сардиния классический пример того, как воля одного человека может превратить, в общем, совсем не туристическое место, каким оно было в 60-х еще годах, например, в совершеннейшую метку путешественническую, туристическую. Потому что, ну, заметка на полях. Принц Агахан, лидер секты Исмаилитов, один из самых богатых и светских людей в мире. Это наследственный титул, но тем не менее, из 60-х годов по наше время это один и тот же человек. Присмотрел северный берег Сардинии, который никогда не был туристическим, потому что это на Сардинии, чтобы вы знали, дорогие друзья, это остров животноводства. Там никогда не ловили, например, рыбу. Ну, в те времена. Терпикари. И прибрежные участки доставались младшим детям, младшим сыновьям несчастным, потому что старшим доставались внутри острова пастбище, где можно было овец и коз выгуливать и таким образом зарабатывать. А вот эти вот все прибрежные оставались совершенно никому не нужны с этой просоленной землей. И он стал просто скупать. Скупил 90 километров прибрежной линии и сделал вот этот вот феномен Коста-Смиральда, которым мы имеем возможность. Ну, кто-то имеет, кто-то не имеет. Но он это делал не один. Тут там еще было несколько итальянских семей, которые, собственно, тоже поняли, что в это стоит вложиться. И да, это, конечно, удивительная история. Да, и были построены сначала Порта-Черва, как яхтенный такой порт, как хаб, с которого все началось. И гостиница там, и потом еще три гостиницы, Армацина, Петрицу и Палде-Вольфе. И это, конечно, совершенно потрясающие места. И на самом деле сейчас уже такие немножко раздербанены. Нет такого единства. Тем не менее, вот эта мысль, она до сих пор видна, остается. Вообще любопытно, как итальянцы мигрируют. Как вот это происходило, миграция. Ведь там, например, условно в 60-е, ну, наверное, нет, наверное, в 70-е было популярно место Лидо, недалеко от Венеции. Там у таких достаточно сильных, скажем так, семей были дома, были виллы. Потом они оттуда как-то перемещались на Капри, потом с Капри они все переместились на Сардинию. Потом приехали русские, немножко отсюда ушли. Но нет, здесь остались, конечно же, ну, многие семьи остались. Но мы так хорошенько заселили эту территорию. Да, заселили в прямом смысле. И я туда первый раз попал, наверное, лет 20 назад. И это, конечно, было совершеннейшее потрясение. Качество воды, качество вот этой вот жизни. И вот то, что называется, потом стало таким общим местом, «understated luxury», такая скромная роскошь. Потому что это вроде бы как белые стены, ни одного прямого угла. Какая-то очень крестьянская еда. Ты знаешь великую историю о том, как принц, который построил это все в начале 70-х годов, а дело не идет. Ну, не идет. В 70-е годы, ну, приезжают люди, ну, как бы, ну, нету стопроцентной загрузки. И деньги вроде как получают. И он нанимает небезызвестную компанию McKinsey проконсультировать. Вот что, собственно говоря, делать с тем, чтобы, ну, как-то все это превратить в прибыльное предприятие. Те приехали в разгар сезона, июль, прожили июль, большой компанией, август, все, открытый счет, прекрасно, значит. А, нет, ну, естественно, им предложили, потому что вы должны полностью, ну, тестировать наше обслуживание, там, еду и так далее. Страшно довольно уехали, пишут отчет, довольно короткий отчет, что у вас идеальные гостиницы, у вас идеальное обслуживание, еда, архитектура, все, все идеальное. Он говорит, что надо сделать с тем, чтобы мы превратились в, говорит, в пять раз поднять цены. Так они и сделали. Люди воспринимают вас как курорт для среднего класса. Будьте курортом, самым дорогим курортом Европы. Они подняли цены с тех пор, так сказать, часто вот эти гостиницы называют бессмысленно дорогими, а не осмысленно дорогие в этом смысле. Ну, да, вот это я тоже часто слышу, почему так дорого, в чем причина, но вот теперь я знаю, что я буду отвечать. Я буду отвечать эту историю, сейчас я пристроена. Да, да, да. Макинзи, во всем виноватый Макинзи. Боже, какое платье, а. Я готовилась к эфиру. Что это, расскажи. Ой, это прекрасный израильский бренд Додо Бар Ор. Очень классный. Вот если они смотрят нас, передаю привет. А скажи мне, вот я последний твой пост видел в Инстаграме, ты там в каком-то прекрасном белом таком с бахромой платье, которое очень красиво в замедленной съемке смотрится. Это что такое? Это, конечно, не танцевальное, несмотря на то, что я там что-то изображаю. Это тоже очень классный бренд. Талер Мармо. Я его купила на Farfetch, кстати. Я часто это делаю. Часто делаю покупки на онлайн. Я предварительная встреча сказал, что нас с тобой соединил, кроме наших давних каких-то дружеских отношений, нас с тобой соединил Мастеркард в одной рекламе своей новой компании, путешественнической. И, кстати говоря, тот же самый Мастеркард дает на Farfetch скидку, надеюсь, которую ты и воспользовался. Да, очень сильно кэшбэк, поэтому вот я этим периодически пользуюсь. Послушай, ну, естественно, прежде чем узнать тебя, я ищу, как, так сказать, каждый советский ребенок узнал в телевизоре, в газетах твоего папу. И, в общем, твоя фамилия для меня такой эпитет приключений, путешествий. И ты в детстве как-то к этому всему относилась, когда ты поехала в первое путешествие свое? Ну, на самом деле, я вот когда пытаюсь иностранцам объяснить, кто такой мой папа, ну, спрашивают. И я долго там что-то рассказываю, рассказываю, потом думаю, надо сокращать, и говорю, вот Индиана Джонс, знаете кто? Вот, 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 примерно, да. Индиана Джонс, Индиана Джонс, да, вот это вот. Ну, конечно, там, он прежде всего арктический исследователь, и, конечно, больше всего путешествовал по Арктике и Антарктике, но, тем не менее, и он близко очень дружил с Инкевичем, поэтому они совершали не только путешествия по северу, но и по разным другим. Они, папа знал Турхердала и Кусто, как бы, и был даже у Кусто на похоронах. Вот, и мои ощущения были такие, что я вот живу, вот у меня какой-то есть, у меня папа, какой-то невероятный такой, какой-то супермен, ну, не супермен, конечно, но вот, я говорю, Индиана Джонс, который путешествует, привозит совершенно странные подарки, типа, не знаю, там, яйцо пингвина, даже, как бы, девочка-кушная. Ты его высиживала? Нет, ну, я вообще не очень понимала, зачем яйцо. Я хотела платье, я просила, ну, или, там, Барби, не знаю, а у меня были совершенно другие подарки. Помню, я еще из какой-то путешествия привез совершенно странную штуку, называется «Цветок пустыни». Это, в общем, это мочавер-блюдо, застывшее в песке, но выглядит, как скульптура такая симпатичная. Да, это страннейшая штука. И из Никарагу, например, он привез нам домой попугая. Ее звали Нора, она реально была такого размера, вот, наверное, огромная такая, не знаю, что это за порода, зеленая. И, поскольку это, вот, была дикая совершенно птица, мы не очень понимали, что с ней делать. Но она с нами прожила очень долго, в общем, у Нора все сложилось хорошо. И потом моя мама просто нашла ей более, так сказать, комфортные условия. Человеку, который увлекался попугаями и знал, что с ними делать. Потому что мы, конечно, очень, очень так смутно себе представляли, что делать с попугаем из джунглей. Я всегда, когда думаю про попугаев и черепах, думаю, что мы все умрем, а они будут жить. Да, да. Мне, кстати, интересно узнать, как там у Нора дела. Как сложилось и дальнейшее. Кстати говоря, да. Путешествовать, ну, наверное, первое мое путешествие было, ну, самое такое, первое в детстве. Мы поехали в Крым, кстати. И я помню, это был, ну, это был какой год, не могу сказать. Но я точно помню, что мы были в санатории, он назывался «Морской прибой». И там мы познакомились с совершенно удивительными людьми. Мы познакомились, там, вот мои родители стали познакомиться, стали дружить с нейрохирургом Коноваловым. Это тот, кто разделил с ямских близнецов, там, с Володей Досталем, это на тот момент был директором «Мосфильма». Собственно, там такая была тусовка приличная. И мы все дети. Я там познакомилась с Надей Михалкой, она правда была младше, больше там Аню. Ну, я помню лучше, она за нами присматривала, там, потому что у меня был старший брат, он был их ровесником, так что они тусовались, а я так, как бы, а меня бейбиситерили. И это было классно, потому что я помню, я очень запомнила хорошо катер. А, во-первых, меня укачивало страшно, я еще тот путешественник, меня в машине страшно, на стороне я еще укачивала, потому что там же в Крыму есть вот эти дороги, тещин язык называется, да, как-то так. И меня просто тошнило страшно. Мой брат ненавидел эти поездки, потому что его сажали рядом со мной. Он говорит, мам, почему ты сажаешь ее со мной, потому что я плохо в мою сторону. Ну, потом, как бы, с возрастом это прошло, кстати. Я очень боялась, первый раз, когда я попала, например, на корабль, я очень боялась, что меня тоже будет укачивать, но как-то вот я привыкла и к качке, и даже в шторм пару раз попадала. А, еще я запомнила невероятное звездное небо. Это был просто какой-то шок, потому что в городе такого никогда я не видела ребенком. Да и потом, честно говоря, я, ну, редко где я встречала такое звездное небо и вот эти падающие звезды. Боже, как это красиво. Я, например, здесь, нахожусь в Италии, тут есть один день, по-моему, это 10 или 11 августа, ну, уже прошел. Это как-то называется день падающих звезд, что-то такое. Да-да, но он, собственно говоря, во всем мире есть этот, когда он один день в году, когда Земля пересекает хвост кометы, и это вот все вот это вот валится с неба. А я вот не знала об этом, вот в этом году только узнала, и, честно, верно провела этот день на, так сказать, на таком, на лежаке, пытаясь рассмотреть, вернее, найти падающую звезду, но погода была не очень, был ветер. И я не увидела ни одной, отчаявшись, вот, бросила это дело. Да. Слушай, а скажи мне, вот из тех мест, где ты была в детстве, куда ты возвращаешься? Есть какие-то прямо места, к которым ты прикипела? Ну, я, блин, я прикипела, конечно же, к Петербургу, к Ленинграду, там, к Петербургу сейчас правильно. Ну, потому что там были мои бабушки, которым я все время ездила, и мне, конечно, всегда очень туда приятно возвращаться. Я очень люблю этот город, просто так приезжать, без, без, вот, как будто вот домой. К сожалению, бабушек и дедушек уже никого нету, но я все равно туда очень люблю ездить, и у меня там много друзей, вообще, это один из моих любимых городов. У вас, слушай, это шикарный город, вообще один из лучших городов на свете. Да, вот как-то так сложилось, что я очень давно не была в Испании, хотя очень, какой-то период времени часто туда ездила, и вот как-то, не знаю, почему-то перестал туда сейчас, вот, никак не могу вернуться, очень хочу. Ну, а сейчас как-то с Италией все связано больше, поэтому я, я поэтому больше здесь. Ну, это не самый плохой выбор. Нет, ну да, 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 но честно, я не выбирала, это как-то случайно меня выбирало. Слушай, я сейчас был в Греции, куда, кстати, пускают по спутнику, с прививкой спутником. Вот я с Дукой скажу, везде. В Греции, ну, вот я въезжал на Корфу, и ты знаешь, просто тебя на въезде спрашивают, у вас есть ПЦР или у вас есть прививка двухфазная. Ты показываешь спутник. На русском языке я показал вот этот вот сертификат, который мне выдали в районной поликлинике, и меня пропустили. А те, у кого ПЦР, их послали на дополнительные, значит, им творялись там в носоглотке и всякое прочее, делали анализы. А спутник прямо, я почувствовал, в какой-то веке почувствовал себя, так сказать, привилегированным классом. И там стояла такая, значит, очередь на эти самые намазки каких-то, значит, англичан, немцев. А я со своим спутником прошел. И греки, конечно, в этом смысле очень по ветру держат нос, потому что, ну, им туристическую... И в Венеции, конечно, я была, я ездила сейчас на Венецианской биоции, куда я очень люблю возвращаться, так это на Венецию. Ну, в основном, конечно, на вот арт-события, которые там происходят, это венецианская бенали, либо арт-бенали, либо архитектурная бенали. И вот сейчас у меня была возможность, там, по работе нужно было. Я ездила в Венецию на несколько дней, как раз вот у меня был такой быстрый блиц. За три дня мне надо было все посмотреть, все павильоны, что очень сложно, очень много выставок. И, конечно же, нужен был ПЦР, потому что спутник тут не работает, гринпасса у меня нету, поэтому нужен ПЦР. Так вот, чтобы сделать ПЦР, это целая процедура. Это не как у нас там, идешь, делаешь ПЦР в любом, не знаю, в любой поликлинике, в любом центре медицинском. Нет, здесь такого нету, адские очереди, идешь в аптеку, записываешься. Но делают не в аптеке, делают внимание в церкви. Следующий у меня был вопрос, а как бы исповедоваться перед этим нужно будет или просто? Это уже форма института. Нет, мы зашли, там я была с двумя своими приятельницами, Кристина Красняцкая, это директор, новый директор Музея толерантности, Аня Андронова, это у нее проект с космосом. Мы, по-моему, встретились в Луксоре все, подписницей от Винтер Пауз. Мы втроем пришли в 9 утра в церковь, там уже сидела одна женщина, облаченная вот в этот, значит, костюм, и по имени вызывала, значит, тех, кто сдал вот эти вот документы из аптеки. Честно, я такого никогда в жизни, у меня было полное ощущение, моя подруга мне говорит, послушай, такое ощущение, что вторая мировая. В церкви темно, а немножко темно, как бы, в 9 утра еще свет не попадает, не совсем. Это, конечно, очень было странно, но вот такой опыт теперь у меня в копилке. Ну, послушай, нам вообще последние пару лет дается только так много опыта, и так много всего в жизни случается, при этом опыт никогда не бывает лишним. Это правда. Ну, я вот, кстати, могу сказать, что я такой путешественник, очень, ну, была очень таким не особо, потому что все время путешествовала с кем-то, да, сначала там с родителями, потом я путешествовала с друзьями, у меня всегда была какая-то моя подруга или друг, кто занимался всеми, значит, деталями, билетами. Я такой думаю, ааа, оставлю это, отдам это в надежные руки, потому что я боялась себе что-то перепутать. Но в какой-то момент я решила, что, ну, надо же научиться, и в какой-то момент это стало очень легко все, слава богу. Что вот, например, сейчас надо было срочно решить, лечу ли я Венецию или нет, и надо было быстро это сделать, и я буквально за, там, несколько минут все забронировал на букинге. Опять-таки, с Мастеркард, там еще есть кэшбэк на специальной страничке. В общем, это суперудобно, быстро, и я как бы... Я пристрастился, и так как я... я люблю бронировать гостиницы. Вот, это же таки... У меня это хобби, я просто, так сказать, я перебираю, бронирую одну, чтобы можно было отменить, потом меняю. И это такая, знаешь, переписка с гостиницей. И тут, значит, у меня еще игрушка, это добавилось, то, что можно получить кэшбэк, и я... реально, я ездил в первые две недели июня, я ездил по Краснодарскому краю. Взял для своих друзей, наверное, самый, может быть, казавший, тем не менее, подходящий вариант. Я взял бокстер, Porsche Boxster, знаешь, такая маленькая двухместная машинка с откидывающимся верхом. И когда я доехал до Шуменовского перевала по пути в Адыгею, и там, значит, был какой-то гравий, я думаю, ну вот, все, сейчас моя... Нет, она прекрасно прошла по всему Краснодарскому краю, по всей Адыгеи. Я делал, кстати говоря, для road travel я делал маршруты, и наши с тобой мастер-кар тоже дают там на мои маршруты скидку. Можно я следующий маршрут? Я не умею водить машину, кошмар. Но я найду того, кто будет это делать, я обещаю. Да, ты знаешь, ну вот для road travel мы делаем такие маршруты, которые просто ты запускаешь его, и он тебя ведет, говорит, где остановиться, куда заехать, перекусить, где там выпить чай, где там что. И это, мне это вот дико интересный процесс, ну вот сам по себе процесс. Когда мне первый раз предложили сделать гид, это было там 20 лет назад, больше 20 лет назад, а Фиша предложил мне сделать гид по Милану. Говорит, ну, знаешь, я как сейчас помню, значит, Цинципер, который мне предлагает это делать, говорит, ну, много денег мы тебе не заплатим, но зато все тебя будут знать, люди будут пользоваться своим гидом. Вот пять раз переиздавался, денег действительно много не заплатили, но это было дико интересно, потому что, ну, во-первых, когда ты делаешь гид, когда ты пишешь, ты это дело все, ну, так сказать, ты заставляешь себя узнавать не с точки зрения того, ну, вот как бы просто праздновать путешественника, а ты думаешь все время о ком-то, кто пойдет по твоим маршрутам, и ты уже совершенно по-другому к этому относишься. Ну, то есть там, условно говоря, я еду по Краснодарскому краю и заезжаю к своим знакомым, там, великолепный винодел Алексей Толстой, который делает вино для винодельни Галлицкий и Галлицкий. Ты знаешь, есть Сергей Николаевич Галлицкий, который основатель магниты. Да, да, я... Брат его жены Сергей Николаевич Галлицкий, с которым они вместе объединились, два Сергея Николаевича Галлицкий. Мне просто нравится Гайкадзор, но вкусовые. Гайкадзор – это величайшее, абсолютно архитектурное... Вообще это так здорово там, как это все сделано. Ну вот, за Гайкадзором мне это все показывают, великолепное вино, но я понимаю, что это нельзя включить гид, потому что туда нельзя приехать. У них нет пока какой-то коммерческой винодельни, у них нету туров, экскурсий по винодельне, поэтому, так сказать, я могу написать про то, как мне нравится это вино, оно мне действительно дико понравилось. Но я был за рулем, поэтому я все выплевывал. Понимаешь? И выплевываешь, и думаешь, ну, интересно, а запах-то остается? Вот, и, в общем, вот я делаю маршруты для этого road travel, и там, так сказать, с помощью мастер-карт надо ввести промокод. Мои маршруты можно даже некоторые получить бесплатно, а на остальные можно 50% скидки, но это, так сказать... Ну, вообще, мне этот опыт страшно понравился. И вот то, что я проехал в течение двух недель в Краснодарский край, Адыгею, съездил на Тамань, съездил в Геленджи-Канапу, который там сейчас понемножку... Если есть на свете рай, то это Краснодарский край. Да, там, слушай, там дико интересно, несмотря на то, что там сейчас дожди, которые смывают, конечно, там ужасно, но, слушай, ну, это там происходит примерно всегда в какое-то дождливое время. Ты, кстати говоря, по-своим, все-таки папа всегда был связан с севером, ну, или с крайним югом, что, в общем, тоже для нас примерно север, потому что для нас север – это там, где... Ты, вот, для тебя север или юг? Ну, юг, наверное, да. Я больше про юг. Про то, где ты сейчас находишься. Ну, я скучаю, как бы, я скучаю по солнцу, когда его нету, и я, конечно же, люблю... Хотя, когда-то, несколько лет назад так случилось, что я очень поздно встала на лыжи, на горной, я имею в виду. Это произошло уже в таком очень сознательном возрасте, и я боюсь высоты, боялась просто. Но я человек, который любит преодолевать себя всегда. То есть я всегда себе ставлю какие-то цели, не очень понимаю. В какой-то момент, когда я оказалась уже на горе с инструктором, правда, инструктор мне все объяснил и уехал. Я стою, рыдаю. Потому что мне страшно, у меня слезы. Я стою, плачу. Думаю, зачем? Ксения, вот скажи мне, зачем ты это делаешь? Ну, конечно, когда я спустилась аккуратно, я получила невероятное удовольствие и от осознания того, что я себя преодолела, и от красоты вот этих вот горных пейзажей, которые совершенно захватывают дух, ну, конечно, это тоже имеет место. То есть я не отказываю себе, если у меня есть возможность, куда-то поехать на север. В этом году я, например, это относительно север, конечно. Ну, поскольку мы были все в России, я путешествовала. Вот у меня была возможность поехать, например, на Иринмар, где проходят ежегодно гонки, организованные моим отцом. Это гонки на снегоходах. Это очень классное такое мероприятие. Там, в общем, есть что, прям настоящие гонки. Класс. Вот, так что я, ну, по-разному. Ну, конечно, я ближе к югу. Море, вкусная еда. Да, люди улыбаются чаще еще на севере. Ну, то есть в паре пляж-трекинг ты тоже, наверное, выберешь скорее пляж. Да, но я еще ведь, я же, безусловно, я скорее выберу пляж. Но у меня есть новый вид путешествий, как он всегда. Да, поскольку я бесконечно там изучаю историю искусства. Это какой-то такой же процесс, который, мне кажется, не закончится никогда. Поэтому мне очень интересно посещать те места, то есть то, что я там прошла. Особенно я, поскольку когда я много читаю что-то про какой-то период времени, я в это, естественно, влюбляюсь и достаю всех своих друзей. Так, надо вот ехать туда. Вот мы в Египте встретили, я говорю, так, Египет, Египет, надо ехать, цивилизация древнейшая. Надо посмотреть. Все, пока еще как бы есть такая возможность. Ну, и народу как немного, это большая редкость в Египте. Потому что я какие-то помню свои воспоминания детства. В апреле, когда мы там встретились совершенно неожиданно на ступенях Winter Palace в Луксоре, это было какое-то просто счастье. Я тоже там был в Луксоре пару раз до этого и много лет назад. И это всегда была просто станция Добрынинская в час пик. Сейчас, когда ты идешь по Луксорскому храму, и время от времени, может быть, кого-то там встречаешь, но, конечно, в принципе, это просто какое-то было абсолютнейшее счастье. И не было бы счастья, да несчастье помогло, что называется. Потому что, конечно, вот я на самом деле, так как сейчас Египет открылся, ну, то есть он и был не очень закрыт, потому что рейсы до Каира были, но сейчас можно и в другие города Египта, и множество авиакомпаний туда летят. И я просто призываю при возможности, понимая, что каникулы уже заканчиваются, но потом будут осенние каникулы, будут осенние каникулы. Хватайте детей. Визиты в Египет, дорогие друзья, визиты по Нилу. Например, там масса вот таких вот есть туристических теплоходов, и можно по Нилу пройти из Луксорова в Суан или из Суанова в Луксор, и там посетить Этфу, Эсну, и Комомбо, и другие храмы, и Долина Царей, и там сейчас практически никого нет. И это можно все посмотреть. И это, конечно, особенно для детей, начиная там, я не знаю... А Пустим Белл просто на меня произвел какой-то... Ну, это вообще, это нечто, так сказать, это нечто совершенно потрясающее, и, ну, это так все здорово, и уж не говоря о том, что и в Каире в конце года откроется, наконец, новый Каирский музей, но и старый Каирский музей, это совершенно потрясающе. И открылся новый музей египетской цивилизации, куда перевезли все мумии, и вообще Египет остается, ну, моей, ну, просто... Смотри, как у тебя все правильно. Значит, сначала Египет, древняя цивилизация, дальше, значит, Греция, следующая цивилизация, ну, потом надо в Рим. Да. Ты знаешь, я сейчас был в Греции, но из Греции мы съездили в Албанию и в Бутринд. Это на границе Греции и Албании. В Албанию, кстати говоря, вообще не нужно никаких ни ПЦРов, ни ШМЦРов, ни... Вообще ничего. И с российским паспортом пускают, и вообще. Значит, Бутринд, это в списке всемирного наследия ЮНЕСКО, и это город, который основан древними греками, даже еще раньше лирийцами, греки, потом колонизировали римляне, потом это стало византийской колонии, потом это стало венецианской колонии, потом атаман. И это все вот там просто, вот знаешь, наслоение, то есть там и какие-то афитеатры римские, и греческие храмы, и византийские церкви, и потрясающие, венецианская крепость. Все это вот в одном и том же месте совершенно потрясающе. И я, кстати говоря, хотел тебя спросить, вот уже я понял, что для тебя такая вот культурная составляющая достаточно важная, потому что для меня, например, ну для меня, я не знаю, я не требую всем, ну вот поехать просто там в Шар-Мель-Шех или там на Мальдивы, это для меня мучение. Да, не знаю, если честно. Да, ну просто на пляже, ну один день я выдержу, но больше нет. Мне нужно, чтобы все-таки где-то были какие-то места, куда можно пойти, город, деревня. При этом это не обязательно ЮНЕСКО-сайт, это может быть просто деревня, где можно поболтать с местными жителями, выпить какой-то местный бурды или какого-то там местного вина и съесть местного козьего сыра. Но мне нужно вот это вот, так сказать, общение, то, чего мне точно не хватает в, я не знаю, на Мальдивах, где я был три раза всю жизнь и это всегда было, в общем, довольно мучительно. Да, я согласна, я тоже, я такой путешественник, но мне еще, вот мне, конечно, очень интересно, культурная, конечно, составляющая путешествия. Мне безумно любопытно побывать в тех местах, посмотреть ту архитектуру, про которую я что-то знаю, читала, посмотреть те работы художников великих, про которые я тоже только читала или смотрела в альбомах, но не видела вживую, потому что, чтобы там не альбомы, какое бы качество они не передавали замечательное, в реальности, когда ты видишь, ну вот там, например, того же Тициана, ты понимаешь, что цвет совершенно другой. И как бы, и вот то, что все, что ты до этого смотрела, оно как бы не совпадает, то есть реальность производит совершенно другое впечатление, очень-очень важно это почувствовать, очень важно, это такое, знаете, как узнавание, когда ты раз слышишь что-то, что ты знаешь, на что у тебя глаза открываются. Мне, конечно, еще очень нравится путешествовать раньше, ну было больше таких возможностей, это всякие арт-выставки и, ну вот, арт-базель в Базеле, и в Гонконг я вот так вот благодаря Базелю попала, который проходит тоже в Гонконге, и в Майами, и в Лондоне Фрис, и в Париже Фиак. То есть я такой как бы путешественник по всем этим вот ярмаркам, я очень это люблю, мне это очень нравится. Ну а если нужно совсем прям вот, там, не знаю, неделю восстановиться, то, наверное, да, Мальдивы это как раз тот вариант, там, Сейшела, Мальдивы, когда ты лежишь и, ну, неделю, больше не хватает. Через неделю начинаешь думать, так, а что... Чесаться, чесаться начинаешь. Куда сходить, чем заняться. И это, знаете, существует очень смешное, это, я даже как-то об этом писала, проклятие Мальдив. Это для влюблённых. Такая, такой, такой есть, ну, такая байка городская про то, что если вы вот только недавно, значит, вступили в отношения, влюбились, и вас, судьба ваша ещё как бы вас не связала окончательно, не стоит ехать на Мальдивы. Потому что, либо наоборот, либо стоит, тогда будет сразу понятно. Потому что, значит, если вы оказались в замкнутом пространстве, а там, не дай бог, плохая погода, льёт дождь, и вы не можете у них в неделю сидеть и смотрите друг на друга, есть большая вероятность того... Что вы смотрите друг на друга в последний раз. Да, что вы можете вернуться без пары. И я, честно говоря, в это проклятие верила, ну, благополучно его избежала, но всё равно очень-очень пугалась, когда туда первый раз летела, потому что думаю, боже, вот если будет плохая погода, а даже если не будет плохой погоды, что через неделю, ну, что делать-то, куда пойти, если ты на острове. Ещё это ощущение острова, ну, например, мне вот, видимо, я такой городской совсем житель, мне хочется знать, что там есть медицина где-то рядом, что где-то есть какие-то там, если что, кто-то приедет, тебе поможет. Конечно, на острове такого нету. Надо сказать, что даже на Сардине такого нету, нету, и тут лучше как бы не болеть. Вообще лучше нигде не болеть, так сказать, и, может быть, можно это сделать в Скандинавии, но точно не на юге. Да, да, в Скандинавии, ну, не знаю. О, кстати, одна из самых удивительных поездок в моей жизни, это был такой роуд-трип на машине из Москвы по всей Скандинавии. Это у меня в царстве небесного бывшего мужа. Мы с ним путешествовали вот по Скандинавии, такой был наш, как это называется, медовый месяц. Мы на машине доехали до Финляндии, из Финляндии мы доехали до Швеции, проехали через всю Швецию, доехали до... Это некокомфортная вообще история. Абсолютно. И причем, что когда даже ты попадаешь на заправку, где никто, казалось бы, не говорит по-английски, в Швеции даже на заправке. Да нет, вся Скандинавия говорит по-английски, конечно. Это фантастика. Ну, прям реально глушь. Вот прям глушь, не знаю, там один человек в этой заправке. И ты к нему подходишь и понимаешь, что вот, ну, ты не знаешь шведского, он явно не знает русского. И есть предположение, что он английский. Как вы сейчас будете... И вдруг он говорит лучше тебя. Хорошо. Окей, хорошо. Да. Ну, это школьное образование, телевидение. И, конечно, там это все... Ну, все мои шведские, там, норвежские друзья, они, ну, куда лучше меня действительно по-английски говорят. Ну, и вообще это очень удивительно. Вот такой вот набор у нас был стран. Мы были в адски дорогой Норвегии. Я помню, что в Осло у нас был ужас, потому что даже Макдональдс показался нам очень дорогим там. То есть еда... Арвегия действительно не дешевая. Нет. Вообще в Скандинавии... Да, что мы там... Прямо скажем, не дешевая. Но ты знаешь, что я... Ведь в Скандинавии раньше у нее была такая слава ну, какого-то места, где о еде думают в последнюю очередь. Ну, так сказать, верхом кулинарного мастерства оказались фрикадельки из Икеи. Кстати, ты знаешь, что Икея выпустила домашний запах, домашний аромат с запахом этих самых фрикадельек. Потому что это такая уже культовая вещь, чтобы дома пахло вот этим уютом шведским и киевским, чтобы пахло фрикадельным. Так вот. А потом там, ну, лет 15 назад случилась такая гастрономическая революция. Повара из всех стран подписали манифест скандинавский гастрономический. И появился ресторан Нома, появился ресторан, там, Джераниум, Францин и так далее. То есть великие рестораны, на которые сейчас все, на самом деле, равняются. И для меня вот сейчас любое путешествие в Скандинавию, любое путешествие в Финляндию – это не в последнюю очередь, а часто даже в первую очередь это путешествие гастрономическое. И я даже вот так вот подбивал группы своих друзей. Мы ездили на Фарерские острова с тем, чтобы, ну, там, лучшие лунгустины на свете или старые мидии, или там какая-то выдержанная баранина, или в какой-то глушь шведскую, в ресторан, который там вот до недавнего времени был открыт, там, 700 километров от Стокгольма на ферме Фавикин, или куда-нибудь в Финляндию тоже. То есть вот это прямо стало для меня, вот для тебя, для меня это важно, для тебя гастрономическая составляющая – это какая-то важная часть путешествий, или ты не очень обращаешься? Нет, я супергедонист, я обожаю есть, спать. Нет, я очень люблю еду, но я честно могу сказать, что я люблю еду со вкусом, то есть мясо, чтобы было мясом. Мне не очень нравится, когда супермудреное что-то. Я пробую всегда, мне любопытно, это я как, когда мы оказались в Гонконге, пошли в Мишленовский ресторан, не помню название, он очень известный, там две звезды, по-моему, и там подаётся блюдо знаменитое – это птичье гнездо. И я-то думала, что это просто красивое название – птичье гнездо. А это на самом деле птичье гнездо. И я себя, конечно, заставляла пробовать, потому что оно какое-то, в общем, слюна какой-то птицы, которая сделает себе это гнездо, потом они её варят. В общем, одно это описание у меня, ну, хотя вот это же деликатес, и многим нравится. То есть я вот в Швеции, на меня произвело неизгладимое впечатление. Мы ловили сами треску, и потом готовили язычки-трески, нам готовили. То есть мы сами ловили, там была катферма, мы, значит, нас отправили на рыбалку, я поймала в кое-то, один раз в жизни хоть что-то поймала, поймала треску. И вот эти вот язычки-трески как-то быстро-быстро с картофельным, это было очень вкусно, просто как-то подомаривалось. Знаешь, язычки-трески – это главное, одно из главных блюд в стране басков испанской. Называются они кокочас. И, так сказать, баски являются одним из главных в мире потребителей этих самых язычков. Да, и это вот, так сказать, в отличие от остальной Испании, у басков у них называется пинчос, то, что закуски и перед ужином многократно проходят баски. И вот эти вот кокочас и с местным каким-нибудь вином чоли. И вот это вот все, значит, это такое прямо у них, тебе делают его в разных соусах. Главный у них соус пиль-пиль. Пиль-пиль – это соус, значит, вот когда у тебя рыба жарится на гриле, например, и соки с ней текут, собираются эти соки, туда добавляется оливковое масло, зелень, и взбивается вилкой, и пиль-пиль, потому что звук, когда вилкой взбиваешь это все. И вот этот вот один из таких главных соусов баски, вот этот вот рыбные соки, оливковое масло и зелень, вот это вот, так сказать, пиль-пиль. И кокочас с этим соусом пиль-пиль, вот это вот один из главных пинчос в стране басков. А я рассказываю лайфхак, нашла в Венеции сейчас, ну, есть известный напиток лимончелло, такой ликер на лимоне, ну, в общем, достаточно такой попсовый, я бы уже сказала, он везде есть, в Италии, в принципе. Ну, в основном, конечно, юг, но он есть везде. В Венеции есть одно место, где делают домашние, домашнюю такую настойку, которую они называют мелончелло. Мелон. Мелоны. Да, это из дыни. Это просто какая-то вкусняющая жвачка, но это самогон. То есть надо понимать, что ровно вот такой рюмки достаточно, чтобы хорошо провести в вечер. Ну, или день, в зависимости от того, что... А еще они делают из фисташки. И я просто знала об этом, я там пришла и попросила как раз из фисташки, но, к сожалению, вот в этом году почему-то они... Ну, не знаю, что там с фисташкой случилось. В общем, да, они сказали ковид. Но я не поняла, в чем дело. Мелончелло, и вот мелончелло, просто если вдруг где-то еще... Но я скажу, что это вот в Венеции есть ресторан Аквапацца, и там вот домашние... Аквапацца, это вообще... Это, кстати говоря, и способ приготовления, потому что это буквально переводится как сумасшедшая вода. Да. То есть пипячая вода, в которую, так сказать, бросается это все. И это прямо очень вкусно. А ты знаешь, я, опять же, возвращаюсь, так сказать, на нашу почву по Краснодарскому краю, потом расту, и я теперь везде наблюдаю, значит, к вопросу о гастрономии. Значит, Меретинка, Сочи. Я живу в Рэдисоне, значит, в котором тоже, кстати, 15% скидка по Мастеркард. Я выхожу на набережную, тут тебе рядом Новиковская высота, а потом Новиковская клево. И я был, значит, вот первый раз туда захожу, ну, иду ужинать. Не попасть. Значит, зимой они используют летнюю террасу, которую они просто застеклили, используют, потому что не хватает места. Это было начало марта, то есть, ну, в общем, еще не 8 марта, начало марта. Не попасть. Потом, значит, потом приезжаю, вот сейчас уже летом приезжаю в Краснодар. Там, значит, открывается новый, там есть Сыроварди, открывается новый проект Новикова под названием Южанин. А, это, окей. Да, и клево, там тоже есть в Краснодаре, вот, значит, 3 заведения в Краснодаре. Потом я еду в Геленджик, и захожу в ресторан, и там Аркаша сам. Значит, это первый или второй день работы нового ресторана, который называется Рыбинск, ну, естественно, так сказать, с рыбой и морепродуктами. И там же работает Сыроварня. Ну, это прямо, так сказать, рестораны Новикова, теперь это вот такой вот прямо маркер, да, это место, так сказать, все. Все тут, все в порядке, тут все, можно ехать. И, опять же, наши с тобой друзья из Мастеркард дают там по премиальным картам 10%. Да, я знаю. И что тоже, в общем... А я была в этом году, этим летом, в общем, рассказывает очень странная, смешная история. Значит, астролог. Так, уже интересно. Да-да. Я вообще не очень верю в эти вещи, но у меня есть лучшая подруга, которая верит. И она сказала, что мне обязательно, прежде чем справлять свой день рождения, надо сходить к астрологу. Я пошла. И астролог сказала, что мне свой, мой день рождения надо справлять в Калининграде. Это моя родина. Это моя родина. Это моя родина. Я хочу... Я сначала просто... Меня забило нервное... Я думаю, как я повезу людей, я ничего не знаю. Во-первых, я никогда не была. И что там в этом Калининграде? Что там происходит? И почему астролог отправил меня? Я ей перезвонила. Говорю, Галина, вы уверены? Может, это в Питер? Галина – это имя моей мамы. Это не она тебя в Калининград отправила? Я не знаю, возможно. Это точно смешно. И в итоге мы отправились. Мы собрались с друзьями. Мы поехали в Калининград. Там есть два классных ресторана. Очень поразительно мне понравилась еда. Потому что были люди, которые говорили, что там как-то вот когда был показ Гоши Рубчинского несколько лет назад, мне очень понравилось кому-то, как там их кормили. Я могу сказать, не знаю, были ли эти рестораны там. В моменте, когда я там оказалась 17 июня в этом году, все было супер. Но больше всего... Помнишь название ресторана? Вот сложно. У меня с названиями проблема. Нет, но они как бы всего два хороших. Там замечательные совершенно есть одни и те же ребята. У них есть два ресторана. Не знаю, те ты имеешь в виду или нет. Есть Гастробар Соль. То есть. Гастробар Соль, да. И у них же есть замечательный совершенно ресторан под названием Сизонс. И в Сизонс, да, мы были. И там, и там, да. И есть еще какой-то... Еще один какой-то ресторан. Мы тоже там были. Более такой русской еды. Но я вот... Ну, вообще там все это как-то поднялось. Но я хочу сказать, что мой день рождения, мы все-таки решили... Было очень жарко. Мы решили поехать к морю. И мои друзья там помогли мне организовать небольшое там застолье. И пригласили... В Калининграде, оказывается, есть гастроэнтузиасты. Их мы нашли по интернету. По, собственно, в Инстаграме мы нашли гастроэнтузиастов из Калининграда. И они очень помогли нам в организации. То есть это было очень вкусно. Я клянусь, вкуснее. Я давно... Салат... Помидоры, огурцы, перец, заправка с анчоусами. Там что-то было с анчоусами, потому что был такой, ну, очень специфический вкус. Что-то... А, еще хлебушек был обжаренный. Все это вместе в салате. Было вкусно. Рыба на гриле. Ну, просто супер. И я хочу сказать, что самое, конечно, произвело на меня больше всего впечатление кукурузы из детства. Вот это вот... Кукуруза жарена на такой штучке, с солью посыпанная. Боже, я съела, наверное, не знаю. Но мне кажется, несмотря на то, что у меня брекеты и застревает все в зубах, я получила такое удовольствие. Это... Вообще, я была настолько жаркой, что мы даже купались. Несмотря на, конечно же, прохладную водицу. Несмотря на то, что было уже... Послушай, я вырос там, в Калининграде, мы купались все время. Вот. Мне тоже местные сказали, что это вообще предубеждение, что как бы не купаются люди, купаются всегда, и пляжи всегда полные. Конечно. Ну, вот. Да, и вообще Калининград очень классный. Всем рекомендую. Отлично есть гостиницы. Огромная... Там, ну, старый, прекрасный, очень красивый старый город, в который просто погулять приятно. И потом, если там есть... Можно поехать от... Из Калининграда поехать на пляж знаменитый янтарный, накупить там янтаря. А я, кстати... У меня, кстати, я сняла. У меня я даже... Купила янтарь, и мы сделали себе... Вместе с моим другом Микитой, который занимается вот этими хендмейд-украшениями, мы сделали несколько бус таких вот прям запоминающихся. Короче, на память о Калининграде. В общем, это была суперпоездка. Галина, астролог, оказалась права. Слушай, кстати говоря, а вот ты говоришь там бусы. Ты как вообще собираешься в дорогу? Ты с собой много ненужного везешь? Конечно, конечно. Я все время... Мне кажется, все время в ненужности. Нет, ну я такой человек, я не могу минимизировать. Я пыталась когда-то. В моей жизни был период, когда я думала, что можно собраться в один чемодан. Ну, там вот как-то все комплекты подобрать. На это уходило достаточно много времени. Но я честно... Нет, я честно могу сказать, что я беру все, не минимизирую большие чемоданы. И собираюсь, например, вот в какую-то поездку, неважно, даже если это там в тот же Калининград, и на три дня, я всегда беру с собой большой чемодан. Потому что в какой-то момент приходит, например, моя подруга и говорит, ой, а я забыла шорты. А мы же едем на пляж. Я говорю, вот. А у меня есть. Приходит мой друг, например, говорит, слушай, я рубашку не взяла. Я говорю, а у меня есть. То есть ты одновременно бюро добрых услуг. Я всегда... Ну, я всегда... Друзья мои знают, что мой гардероб многофункциональный. И там может одеться не только... Да, вот эту вот штуку белую с бахромой, я бы на себя тоже мог бы вполне по размеру мне бы подошла. Она безразмерная. Там, кстати, у этого платья идеально. Я когда зашла на Farfetch, я, значит, стала смотреть размеры, а там написано one size. Я думаю, боже, это идеально. Не надо гадать. Очень удобно. Ну, да. В общем, ты наш человек. Много нераспакованных вещей, вот это вот все. Ну, на всякий случай. А как ты отели выбираешь? По каким-то, так сказать, советам или тоже, как я, любишь просто рыться и где-то выпискивать? Я такой... Поскольку я коллекционер и в душе. И коллекционирую, видимо, не только искусство и одежду, но я очень люблю и какие-то воспоминания коллекционировать. И вот отели тоже такие находки всегда греют мне душу, если я попадаю. Ну, я люблю спрашивать у знакомых, друзей, кто где был. Мне интересно мнение. Несколько. У меня есть некоторые люди, которым я доверяю, которые знают. Ну, вот они очень достаточно придирчивы в хорошем смысле. И если они говорят, что супер, то значит супер. Я как-то могу довериться. Ну, в общем, я люблю... Вот на букинге я очень люблю ковыряться. Там всегда интересно, там как-то все достаточно просто, подробно. Я люблю считать рейтинги. Не доверяю всегда рейтингам, кстати. У меня пару раз в моей жизни было, что я повелась на 5 звезд, супер рейтинг, а оказалось совсем не то, что я ожидала. Да, такое тоже было. Да, я всегда, я люблю рассматривать картинки, так сказать, букинги в том же самом. Мне нравится, когда есть там 40-50 картинок. Я вот, значит, я примерно умею ориентироваться в этих картинках. Конечно, сложно, ну, например, в японский отель там всегда какие-то рендеры вместо картинок, там всегда такие вычищенные. Но, в принципе, ты можешь более-менее понять, что имеется в виду. всегда смотрю площадь номера, всегда смотрю список amenities, всегда смотрю все это. И это всегда очень интересно, когда, так сказать, реальность встречается с идеальным этим образом и с тем, что ты забронировал. Послушай, я, так сказать, все время хотел тебя сегодня во время разговора спросить. Расскажи немножко про свой журнал. Ой, ну да, я, так сказать, обрадовалась. Да, это, собственно, большая такая история, которая родилась из очень маленькой, простой беседы. Мы сидели с моими друзьями, моим другом-фотографом Стасом Калашниковым и моей подругой Викторией Гок. Мы сидели на карантине и как-то нам было, ну, не то чтобы грустно, но мы обсуждали какие-то, как это будет, когда карантин закончится, что мы будем делать. И ребята мне начали рассказывать, что вот они снимают много историй в стол. Стол – это значит, что они что-то делают, снимают, придумывают, и это как бы убирается на какое-то время. Ну, вот вопрос, в какой стол это убирается, никто мне не смог ответить. И я подумала, ну, давайте, говорю, хотя бы онлайн что-то сделаем, да, хотя бы давайте дадим возможность историям, которые классные, в которые мы вложили силы, усилия, энергию. Мы дадим им возможность где-то быть опубликованы. И так сложилось, что когда мы начали работать над диджитал историей, я поняла, что… А я очень люблю фотографию. У меня есть в коллекции несколько фотографий, и я дружу с огромным количеством разных молодых фотографов. Я поняла, что невозможно передать… Диджитал невозможно передать… Он не передает до конца весь цвет, всю историю. Хочется потрогать, хочется… Это как книжка, которую вот я, например, сложно читаю через телефон. Мне нужна печатная версия. Я люблю держать книгу в руках, а особенно, если эта книга производит на меня впечатление, то тактильные ощущения, не могу объяснить, наверное, никак, но вот именно тактильные ощущения от книги для меня еще очень важны. То есть вот эти эмоции, как будто я их через прикосновение к бумаге забираю. И вот мне хотелось создать… Я думаю, что мои друзья, которые вместе со мной это делали, это Стас и Вика, скажут то же самое. Мне хотелось что-то сделать, что-то такое, от чего будут вот эти вот тактильные ощущения. То есть мне хотелось создать что-то коллекционное, что-то независимое, что-то где… То есть какую-то такую платформу какую-то, да, где молодые ребята, художники, фотографы, стилисты, визажисты, кое-огромное количество могли рассказывать свои истории, потому что, по большому счету, каждая съемка, если это, ну, хорошие, хорошие ребята ее делают, это мини-история, мини-маленькая жизнь. И всегда есть контекст. Как последователь концептуализма я верю, что текст имеет большое значение в искусстве, и если это прикреплено еще и, прикреплена к этому еще и картинка, то это все вместе создает то, что называется искусством, современным искусством. И для меня это было очень важно, поэтому вот «бадлон» — питерское слово, опять-таки, мы уже говорили про Питер, мне тут все спрашивают, почему «бадлон». Я говорю, ну, понимаете, это слово существует в Питере. Почему? Почему он о том существует? То есть, мне очень понравилось, что есть... Друзья, «бадлон» — это Питер и так называют нашу «бадлон». Да, я прошу прощения. А вот я вижу, Влад Зорин присоединился. Это вот один из контрибьюторов нашего журнала. Привет, Влад! Это очень молодой, вернее, нет, молодой просто, но очень-очень талантливый фотограф, у которого скоро выходит невероятно интересная книга, так что скоро все мы будем ее покупать тоже и гордиться тем, что мы знакомы с Владом. У меня, кстати, тоже скоро выходит книга с моими текстами и фотографиями и с картинами живописью целого семейства Татибадзе братьев Гуги и Константина и жены Гуги. Вот, там, так сказать, путешествия, хроника одного путешествия по Грузии. На самом деле, такое алко-путешествие, конечно, как любое путешествие по Грузии. Послушай, ну, и как периодичные, с какой периодичностью выходит журнал? Ну, поскольку это независимое издание, мы, конечно же, будем, ну, и плюс этого невозможно, потому что у нас там почти 200 страниц, это огромная, огромная работа. Это книжка была. А формат? Это арт-бук, да, это большой, меня, к сожалению, под рукой, естественно, нету. Я, честно, раздала половину из того, что я привезла сюда, но почти все раздала. Два раза в год. Ну, конечно, да, это уже даже не обсуждается, это у меня уже в голове, пока в процессе беседы, я уже подумала, что мое упущение, что мы не отправили это раньше, но вот Володя там с нами, нас здесь в эфире, Вова, отправь, пожалуйста, журнал. Вот, и нам, ну, мы как бы уже вовсю делаем второй номер, я очень горжусь первым, мне было очень приятно, что, например, гараж, музей поддержал нас и взял продавать нас в свой магазин, и Любик Мак взяли, и подписные издания, прекрасные, кстати, в Питере. Знаменитый магазин. ну, для меня это какая-то такая невероятная отрада, что я именно там продаюсь, ну, как я, ну, я, мы, мы там продаемся, вот, это как какая-то, какой-то, как мечта, у меня была мечта в детстве, что моя книжка когда-нибудь будет продаваться, ну, может быть, так еще и будет, я буду ходить между полок в каком-нибудь доме книги и вот так люди будут ее брать в руки, а я буду про себя думать, а я им не скажу, что она моя, но вот приблизительно тоже происходит с журналом, я хожу иногда, смотрю, люди покупают, мне безумно приятно, я всем, кто это делает, всем, мне всем хочется сказать спасибо. Здорово. Будем скоро уже закругляться, скажи, куда твоя следующая поездка, куда ты успеешь ездить до конца лета? Я, ну, до конца лета не знаю, но поскольку я, вот, собственно, вернусь скоро в Москву и вернусь я не одна, то у меня есть, есть план отвезти, сделать иностранную делегацию, отвезти в Суздаль, ну, потому что мы были уже в Питере, понятно, в Москве, мне очень хочется показать Суздаль, и мне там очень нравится, и я вот хочу как-то Русь, ну, потому что там очень, хотя, честно говоря, и Новгород прекрасен, и... у нас столько всего прекрасного, я вот вернулся только что с Волги и провел два дня в Плесе, где совершенно, совершенно замечательно, и эти плеские домики, и плеские углы, эти знаменитые пироги с копченым лещом, и потом вот в это воскресенье я был в Ярославле, и ты знаешь, мы в восемь утра пошли гулять по Ярославлю, абсолютно пустой город, светит солнце, такое вот еще косое, это такое счастье было, какие-то вот эти шестнадцатые, семнадцатые веки, Ярославские белокаменные церкви с изразцами, и замечательная у нас была Лена, гид из Москвы, которая про архитектуру, и какой-то вот прямо, ты знаешь, ну вот я за это лето, вот я тебе уже рассказал, что я объехал Краснодарский край и Адыгею, потом я был в Пензенской области, я ездил, мало того, что я ездил, естественно, в Тархан и Клермонтово, но я съездил еще к удивительное место Надеждина, где был дворец князя Куракина, бриллиантного князя, так сказать, нашего соотечественника, который был послом в Париже, и дворец разрушен, но это вот первое в России место, где я написал свою колонку в Аэрофлот Премиум, как раз вот сентябрьскую, про этот дворец, про то, что меня поразило, что как там законсервировано, как сделано для того, чтобы это было интересно смотреть. Потом я был в Ростове, который стоит на границе Европы и Азии, наш самый хлебосольный, потом я был в Карелии, потом я был вот сейчас в Плёсе, был в Ярославле, это какое-то вот прямо у меня лето прошло под знаком путешествий по России и всё время получаю какое-то невероятное удовольствие. Ну вот у меня следующий план, это Ураль, ну, Сузари я сказала, да, но ещё Уральское биеннале, это новая совершенно инициатива, арт, история, я прям очень... А где в Екатеринбурге? Я думаю, что, ну, основной будет, конечно же, в Екатеринбурге, возможно, мы ещё куда-то поедем рядом с Екатеринбургом, я пока план, ну, вот я не видела точную программу, но Екатеринбург точно, я ни в разу не была, очень хочу, плюс это биеннале, моя тема, арт-путешествия, я точно хочу попасть в этом году, потому что мне не получилось, к сожалению, в Апатиты слетать к Андрею Малахову, который открыл там музей современного искусства, собственно, ну, там у меня по семейному обстоятельству не получилось туда полететь, я всё-таки планирую, там что-то, и Андрей собирается что-то ещё делать, открывать какую-то выставку, поэтому 100%, это новая арт-точка. Мы с Андреем знакомы больше 30 лет, мы жили в одном общежитии. Вот, так вот, это новая точка, супер, я просто только слышала какие-то восторженные совершенно впечатления от людей, кто побывал в этих Апатитах. Я тоже не смог там побывать, но очень хочется, мне вообще очень хочется Архангельскую область, мне туда на север, как раз, в той в север-юг, я вот, я всегда почему-то выбираю север. надеть, что надеть, что надеть у нас есть, так сказать, куртки Арктика, нас спасут от холода, так что в любое время года можем туда поехать. А ещё Нижний Новгород тоже такой арт-мека сейчас, там очень много классных художников работают, и туда тоже стоит поехать. такой план. Да, слушай, ну, дай бог, чтобы всё случилось, и присылай журнал, и может быть, где-то мы в каких-то весях можем снова столкнуться, не только в луксоре, Апатиты. Да, может быть, вот Апатиты к нашему с тобой другу Андрею Малахову, может быть, ещё где-то. Я, например, каждый год я езжу в Архангельск, но никогда, ни разу ещё не доехал. Я каждый год уже много лет подряд собираюсь в Архангельск. Это у меня такая, так сказать, превратившаяся в мем, такая история. Я беру машину, я говорю, я еду в Архангельск. И, так сказать, там один год я доехал до Белого моря, другой год я доехал до Кириллоглазерского монастыря, третий год я доехал до Тотьмы. Ну, я где-то застреваю, мне не хватает решимости ехать дальше. Понимаю. Времени возвращать машину, я возвращаюсь, но я всё время говорю, я еду в Архангельск. Вот в этом году я ещё не ездил в Архангельск, может быть, тоже поеду ещё, так сказать, конец августа, начало сентября, может быть, мне ещё позволят это сделать, но это всегда дико интересно. Открытие прошлого года это Тотьма в Вологодской области, вот Тенселет, это потрясающий небольшой город на реке Сухони, который стал, так сказать, это место, где родился особый архитектурный стиль Тотемская Барокко. Какое? Представляешь? Потому что вот эти вот Тотемские купцы, они были выдающимися мореходами, они, собственно говоря, это те люди, которые основали Русскую Америку, которые ходили на Аляску за Пушниной, где Тотьма и где Берегово море, но тем не менее, Россия потрясающая, Россия очень интересная, масса таких мест, которые вот ты, это мне Леонид Парфенов рассказал про эту Тотьму, потому что он из тех мест, из Вологодской области, потрясающе, и я, это вот одно из моих совершенно точно лучших путешествий в моей жизни, очень советую, и Бадлону будет интересно, потрясающие огромные храмы в этом самом стиле Тотемского Барокко. А ты же, я бы, все, я записала себе, естественно. Это между Вологдой и Великим Устюгом. Я поняла, да, ну, приблизительно, я понимаю, класс. На машине? Ну что, ну что, я, дорогие друзья, если кто еще не видел, посмотрите, пожалуйста, наше с Ксенией выдающееся кинематографическое произведение, в котором мы появляемся вместе в рекламе. Ну а что, получилось шикарно, мне кажется. Шикарно, абсолютно шикарно, и вообще, так сказать, столько вопросов, столько вопросов. Да, 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 я показывала, извини, повеселю, показывала своему бойфренду, он по-русски не понимает, но я ему показывала, такой, это что за мужик тут? Да, 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 так что, вопросов. Вот, и наш сегодняшний разговор тоже в рамках этой кампании, но нам всегда и без кампании есть о чем поговорить, и интересно, и нас объединяет и любовь к путешествиям, и много других вещей, и жду твоего журнала, сохраняя наш эфир в IGTV, и, дорогие друзья, смотрите, пожалуйста, пересматривать, вот, ну и пишите нам вопросы, если у вас появились какие-то вопросы после нашего разговора, спасибо тебе. Спасибо тебе большое. Привет, привет, Костас Миральди, привет Сардинии, прекраснейший, в Москве гремит, идет дождь, молния и заливает мой балкон, правда, сейчас прекратилось, но до этого я не прикрыл дверь, и у меня такое, значит, там образовалась лужа в комнате. Вот, счастливого тебе спасибо продолжения отпуска, и увидимся в Москве. в Москве увидимся. Спасибо всем, всем, кто слушал нас, было прям супер, спасибо. Спасибо тебе, спасибо за ответы, и до новых встреч. Пока. Пока.